Знаешь, что ты сейчас будешь делать? Да. Сейчас ты сядешь рядом со мной. Стул не трогай только мой. Не люблю, когда мой стул трогают. Сядешь рядом со мной, будешь читать вопросы, а я на них буду отвечать. И в это время я буду работать. И дверь закрой. Которые не помогают тебе? Всем привет! Я очень добрая мама, но... Говорю, пожалуйста, сын, налей мне кофе. Я вот тут сижу, значит, за компьютером. Работаю. Где тут вот? А, вот. У меня тут табличек столько. Меня просто рубит. Я не могу долго сидеть за компьютером. Нет, он все равно шлондает. Я говорю, где мой кофе? Все равно где-то ходит. В итоге... Мама мне налила кофе. Моя мама. Я дома. Hi from Canada. Вот, давай, бери стульчик вон тот свой. Садись рядышком. У нас такие с ним барные стульчики. Удобные. Мой стул, что ты у Наташи. А ты что, оттуда будешь? У меня вид красивый с этой стороны. Иди сюда, садись. Сейчас поверну. Где ты там? Да мы дома. Дома у себя. Это вот Никитина комната. Это та коммуналка, помните? Которую я очень долго-долго покупала у соседа. Я вот за эту маленькую клеточку. Вот она такая вот. Клетушечка просто. 12 метров. Я ее купила за однокомнатную квартиру. Короче, однокомнатную купила соседу. А сосед вот мне поменялся со мной вот на эту клеточку. Яна, там мат пишут. Да пусть пишут, это же их проблемы. У меня проблем нет. Как ему это читать? Ну, вы должны быть совестные, ответственные. Мои дорогие, любимые подписчики. Не пишите маты, потому что здесь дети. Еще им нет 18 лет. Никита, сколько тебе лет уже? 11. 11 только. Протеин я не пью. Даже я никогда не употребляла протеин в порошке. Потому что я люблю, Ирочка, привет, кушать еду. Курица, говядина. Такое вот все, яйца. Вот сейчас съела яйцо. И после него пью кофе. Правда, яйцо я съела, тут белок. Да как бы я должна быть на сушке, но я каждый день сейчас только больше и больше становлюсь. Потому что у меня нет режима сейчас никакого. Дырка на коленке. Да. Да, это нормально. Я помню себя в детстве, я тоже влюбила в какие-то у меня были любимые кофты или штаны, которые уже рваные. Такие прошли время. А помню, помню, что мои были, которые вообще все рваные были? Помню, да, и не могла я от них избавиться. Так, давай читай, в общем, ты мне помогай, я подработаю. А зачем вам такая комната? Лучше уже квартира однокомнатная. Ну, дело в том, что это у меня трехкомнатная квартира. Я здесь живу с родителями и с сестрой. То есть у нас тут целая армия. Нас еще собака и кошка старая. Сколько кошки нашей лет? 21 год. 21 год уже кошки. Вот. И поэтому это был самый дешевый вариант. Я потратила 3 миллиона 150 тысяч. Квартиру купила. И вот он мне вот эту комнатушку отдал. Получается, у нас трехкомнатная, ну, целиковая. А так мне пришлось бы... Ну, все равно сосед бы тут был. Нахрен он нужен, извините за... Сколько в основном грамм белка употребляешь? Сколько в основном грамм белка? Ну, где-то 110. Ты вот потрогал эти самые комментарии. Они теперь больше не двигаются сами. Да, вот видишь, как неприятно. Как относишься к раздельному питанию? Я двигаюсь. Ну, раздельное тут... Никита, надо, чтобы нас было вдвоем видно. Двоем, может быть, ты как-то вот сюда все-таки сядешь. Это раздельное. Я раньше тоже питалась раздельно. Но это не значит, что прям все раздельно, да? Лучше не сочетать, типа, такой картофель и мясо. Вот. Хотя сейчас я уже немножечко другого мнения. И тут все зависит от желудка, как он переваривает. Поэтому... Садись ближе. Все, давай, задавай мне. А я здесь работаю как раз. Занимаюсь сейчас курсом спины. Завтра уже старт. Сейчас идут последние-последние регистрации. Набор девочек. Очень много девочек. Очень приятно, что все-таки... Какие фрукты себе позволяете на данный момент? Занимаются здоровьем. Фрукты, как я себе позволяю. Никита, ты видел когда-нибудь, чтобы я фрукт какой-то ела? Нет. Вот так. Никакие. Нет, бывает, знаете, лимоны. Я ем лимоны с чаем и эти, мандарины иногда. Какой завтрак у сына? Ты сам расскажи. Тут по-разному вообще. То макароны с сосиской, с сыром, то бургеры. В основном бургеры. О чем я говорю глазами? У меня фильтр. Бургеры на самом деле домашние. Ты давай читай каждый комментарий, потому что они потом будут обижаться, если на них не ответить. Яна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли аминокислоты и бургеры на грудном вставили? Можно. Я хочу ужинать протеином, с чего его мешать? С молоком? Не вариант. С водой. Есть очень вкусные протеины. Нормально на воде. В общем, я так не поработаю, наверное, в итоге. Яна, бро, скажи, завтракать обязательно? Конечно, бро. Йоу. Вами и Анубисом? Да почему все думают, что я и Анубис в ссоре? Никакой кошки не бегала. Бегали всякие спортсмены. Вот. Я просто... Даже не я, можно сказать. Нет, я ушла в другой спортзал, спортклуб. И все, и перестала ездить так далеко от дома, и стала ходить в спортлайф. А теперь спортлайф это мои родители, можно сказать. Яна, покажите и объясните технику лучшего упражнения на увеличение широчайших. Посмотрите мою сториз, кстати. Чем кормите кошку-благожительницу? Досе. Кормом покупаем этот... Не помнишь, как называется? Нет. От избега принеси. Будем полезными для людей. Реклама. Реклама? Вот сын уже знает, какие вещи. Реклама. На самом деле у кошки у меня было... Я подобрала кошку на улице. Она там у помойки бегала. Нам стало ее жалко. Зима тогда наступала. Это было 22 года назад. 21. Мы ее приютили, отогрели. И она оказалась беременная, окотячилась. Родила нам четверых котят. Одного отдали. Мальчика рыженький такой был. И было три кошки. Вот. И у всех у них вот такой. Сейчас. Роял конин. Это из-за того, что у нее вроде бы больно? Да. У них у всех проблемы с почками. Когда они... Мы их кормили раньше едой. Ей стали проблемы с почками. И вот на этом корме она вот, грубо говоря... Подожди, а мы же другую покупаем, нет? Нет, вот эту. А, ну все, вот эту. Какую творогу употребляете? Максимум 2%. Сейчас уже все. Я уже с молочкой завязала. У меня 3 апреля выступление в Красноярске. Откуда вы родом? Где прошло ваше детство? Родом я из Санкт-Петербурга. Я коренная Санкт-Петербурженка. Ну, вообще-то Ленинград. Ну, родилась в Ленинграде. Но это и считается у нас... У тебя дедушка коренной, Петербург-женец. Вот. Мой папа. Так что... От детства я здесь провела. И летом ездила к бабушке. На Украину. Тебе скину какой... Нужно покупать у меня Оскар в восторге. И еще я понял, конечно, не вам. Но про корм. Что я тебе скину, какой надо покупать. Оскар в восторге. Видимо, Оскар собака или кот. Кот. Почему можно завязывать с молочкой? Потому что я сушусь. Мне нужно уменьшать количество жира, количество отеков. Сейчас у меня, кстати, я так думаю, я так решила сама, что у меня отек тела в связи с какой-то аллергической реакцией, скорее всего, на орехи. Так что вот аккуратно с этими орехами. Как бороться со стрессом? Не могу себя заставить правильно кушать и заниматься спортом. Как вы поднимаете себе настроение? Так, может быть, причина не в том, что вы стрессуете. Тут надо поставить задачи какие-то. Нужно ли вам это или нет? Может, вам это и не нужно. Рыбий жир нужно применять на сушке? Да, конечно. Я его не отменяю никогда. Нужно. Тут надо просто пойти. Взять и пойти. В зале очень хорошо, на самом деле. Очень хорошо. Держалась, держалась. Сегодня съела три зефирки. Ну и ничего страшного. Возьми и порадуйся теперь, что ты съела три зефирки. Завтра сделай хорошую тренировочку. Сколько упражнений и повторений нужно делать за одну тренировку? Это все зависит от организма. Здесь, короче, вариантов очень много. Можно делать два упражнения всего за всю тренировку. Можно делать десять упражнений. Так что здесь... Сколько сын играет в игры? Я очень переживаю, что мой сын много играет. Очень любит играть. Я очень много играю в игры, но у меня все, отняли. Мама, значит, злая мамаша, то есть я, отняла игру, потому что он стал приносить много двоек. Ему на все насрать. Вот. Я взяла и убрала ее. Вот она там теперь беленькая, тоже красивенькая, вон там лежит. Поговорю показать. Я говорю, теперь бери книгу и читай. Давай ему книгу, значит, доказательная медицина. Доказательная медицина. Реклама Х2. Да что ты все время отдаляешься? Я сейчас уподоблена тебя, Никита. А мне так удобно. Вот. Он читает, я говорю, давай ты будешь читать, а я слушать. Я говорю, мне потому что нужно читать, но мне надо работать. Я буду слушать. Вот он почитал мне полчаса, наверное, я ничего не поняла, потому что он вообще, Никита, стыдно был, должно быть, понятно? Как татуировки влияют на выступление в... На татуировки не смотрят, за это баллы не снимают, не снижают, но... И стыд... Блин. Красивее, конечно, смотрится тело, когда оно чистое, да, кожные покровы чистые, но за это баллы не снижают. Как принимать коллагеновый протеин? Да, как обычный протеин. Коллаген, это же аминокислоты. Не понимаю, что это написано. Это по-китайски, ты что, не понимаешь, все же понятно. Расскажите о фиолетовой кислоте. О, фиолоновой. Ха, фольевой. Фольевой. Не расскажу. Google, окей, привет. Я вам здравствуйте, готовлюсь. Скажу, что она полезная, и когда я была беременная, я ее тоже пила. Я вам здравствуйте, готовитесь к весне? Да. 3 апреля, Красноярск. Как просчитать себе правильную КБЖУ? КБЖУ. Это куча всяких разных формул. На самом деле, берите по-простому. От 0,7 до 1,5 грамма белка. От 1 грамма до 1,5 граммов. Это жиры. Как насыщенные, так и ненасыщенные. 60 на 40. И углеводы тут варьировать нужно. От 0 до бесконечности. Как прокомментируешь пост Сергея Югая о том, что вы вместе? Сколько длится набор массы у вас? Это прикольно. Вообще, вот я люблю такие вопросы, на самом деле. Они такие вроде какие-то... О, что? Вот. Ну, прикольно. Чё? Сколько длится набор массы у вас? Да у меня нет набора массы. Какой набор массы? Мне скидывать надо всегда массу. Массу я набирала в самое первое время, когда пошла в зал. Когда мы работали вот как раз-таки с Анубисом. Вот вы говорите, что у меня там с ним контры. Да нет никаких контры. И вот те года, все 11 лет я набирала массу. И всё, этого достаточно. У меня масса больше не горит. Ну, плюс-минус. Почему фит-парад считается лучше, чем другие сахазаны? Не знаю. Потому что он максимально вкусный, не противный. Если чисто стевию брать, она очень горькая. И даже... Помнишь, я тебе стевию положила? Ты чуть не вытошнил всё. Может быть, я вытошнил даже. Как попу накачать? Купите мамин курс попа 360. Правильно сын говорит. Сын знает. У меня есть такая книга. Классная книга. Хорошая книга. Да. Вот поэтому будешь читать мне. Почему так мало транслируете? Транслируйте своё питание. Видимо, потому что я грешу иногда. С питанием. Красивая семья. Да? Спасибо. Никита, ты в каком классе? Я в пятом. Я сама не знаю. Да, я шучу. Почему фит-парад лучше? Это мы читали. Давай дальше. Ты быстрее, быстрее. Давай. Яна, готовься к весне. Да. Яна, ты ешь картошечку. Ем очень редко. Прям совсем. Я даже не меньше. Сколько у вас на использовании пресса в груди? На восьмой день я уже пошла на тренировку. Не надо вот это вот сейчас делать. Будет висеть всех. Вот эти вот лишние. Читай давай тогда. Правда, что высокий инсулин мешает сжигать жир? Ну, говорят, что так. Вверх, вниз и пресс лучше в разные тренировки качать? Нет. Нет. Можно все в одну, естественно. А длинные волосы у бикняшек это обязательно? Не обязательно, но это как бы придает женственность, что ли, там. Мотанусь. Ай. Балайся. Кого-нибудь. Рекомендую тебе хорошие автозагрузки для обычной жизни. Автозагрузки это автозагар, наверное, вы имели в виду, да? У Шантаны тоже есть автозагар, но производство наладится еще чуть позже. Вот. А так я другими, кстати, и не пользуюсь. Что за книгу читаете про медицину, которую показывали? Ну, вот такая вот книга, Федор Баланков. Интересно. Я начала ее только читать. Я в начале пути, поэтому потом я обязательно что-нибудь расскажу о ней. Здравствуйте. Что? Про завтрак там спрашивали. Я завтракала сегодня рисом, яйцом и курицей. Вот так обычно либо омлеты, либо крупы. Здравствуйте. Что скажете про РПП? Расстройство поведения и булимию у бикинисток. Ну, что я скажу, это все неправильная подводка, неправильная подготовка. Многие сильно режут все, я имею в виду, в питании. Жрут, 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 а потом резко на сушку садятся. Не дай бог там какие-то препараты еще применяют, принимают. И получается, что у них резкая смена питания, потом это сушка выступления. И после они думают, ну, наверное, можно уже теперь и поесть нормально. Вот. Или не думают, а просто питаются, а вес приходит колоссально большой. Их это бесит, им не нравится. Получается психологическая такая вот атака, расстройство. У меня тоже, я через это прошла, к счастью, у меня не было булимии там никакой. Расстройство пищевого поведения, наверное, где-то было, да. Я думаю, что было. Ну, когда хотелось просто жрать как не в себя мороженое там или какую-нибудь шоколадку, ты ешь и думаешь, ну, вот не остановиться как-то, да, ешь, ешь. Вот. Сейчас. Это очень важный вопрос, на самом деле, Никит. Но я поняла, что тут надо с собой разговаривать. Если кто-то слабый, чисто психологически, наверное, надо обращаться к психотерапевтам, там, я не знаю. Но я прошла этот путь, ну, как бы сама разговаривала сама с собой. И я знаю, что если не я, то никто мне не поможет. Абсолютно. Абсолютно никто. У меня после жима лежа начался остеохондроз. В грудном отделе позвоночника у моей мамы была такая же история. Многие парни в качалке даже жаловались, что мы могли делать неправильно. Или это предрасположенность какая-то или там генетическая наследственность. Нет. Все возможно. Но здесь, если вы в зале качаетесь, конечно, нужно равномерно начинать повышать рабочие веса. Сразу нельзя брать большие веса. Вот сейчас у меня завтра стартует курс по спине. Там очень много и емко я даю упражнений из ЛФК лечебные для растяжки. Вот для моего сына я его тоже сейчас заставляю делать упражнения. Почему? Потому что и дети сидят в школе. Вот мы сейчас сидим. Вот я вот так. Вот он тоже так. Одна часть укорачивается мышца, другая вытягивается. А как мы спим? Вот обязательно посмотрите на свое рабочее место, как вы сидите и как вы спите. Какая подушка. Потому что вот если подушку класть не вот сюда, а куда-нибудь вот сюда, плечо вот так вот зажимается, мы вот так вот спим на обикрень. Вот эти мышцы растягиваются. Вот эти мышцы, особенно если спать на одну сторону всегда, я тоже это заметила, они укорачиваются. И вчера я, когда на тренировке тренировалась, я смотрю, вот эта сторона у меня прям идеально идет, а вот эту я чувствую, что они короче намного. Вот. И недавно была в центре реабилитации, в принципе, мы сделали пару тестов. Они тоже подтвердили мне, что у меня вот левая часть, она немножко недорастянута. Поэтому нужно с ней поработать. Вот опять вот так я сделала, укоротила себе мышцу, а это расслаблено. Вот надо наоборот вот так вот делать. Почему на прыжке? В общем, гимнастика, нужна гимнастика, укрепление всех мышц. Ну, читай дальше. Почему на прыжке 40 килограмм не чувствую напряжение, а с 37 килограмм чувствую? С 30 килограммами. Ну, потому что с 30 килограммами ты делаешь технически правильно. И не делай пока тогда 40 килограммов. Вот делаешь 30, прибавь, ну, еще двоечку, потом там пятерочку прибавишь. Через пару месяцев, когда мышцы вырастут, окрепнут, ты уже попробуй 40 килограммов. Ну, хотя десятку прибавить, это не так уж и много за одну тренировку даже. Но это как бы уже тренированного человека. Яна, расскажите про фитнес-бикини. Критерием по росту, 159, 163, 169 вроде. Да нет, еще есть ниже, чем 159. Если 153, по-моему, уже очень много категорий. И 172. И свыше, по-моему, 172. В общем, там их очень много. Критерии все. Мы все красотки. Все, весь рост любой приветствуется. А остальное по фигуре. Это что главное? Главное это В-образное. Ой, фу. Господи, как песочные часы, фигура. Вот, желательно, чтобы была талия. Симпатичное лицо. Должно быть видно, что человек занимается спортом, ходит в зал и соблюдает питание. Это человек такой пляжный. Бикини, купальники. Люди должны смотреть и хотеть выглядеть так же. Ну, вот такой посыл. Добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, на звание книги. Я как раз сейчас хочу прочитать об этой теме. Доказательная медицина. Я уже показывала. Там просто перевернуть надо будет. Яна, есть бойфренд? Да. Яна, как правильно делать прогрессию нагрузок? Как набирать сухую мышечную массу? Сухую мышечную массу нужно набирать с помощью контроля контроля в питании, конечно же. Не надо сидеть на дефиците при этом. То есть нужно кушать нормально. Нужно кушать разнообразную пищу. Ведь если вы будете кушать, допустим, рыбу и овсянку, мы берем, да, то в рыбе, например, аминокислотный состав, там, валин, пралин и так далее, да, все эти аминокислоты, он такой. Берем молочку, там, творог, молоко, аминокислотный состав будет совершенно другой. Посмотри, сколько вопросов не отвечено. У-у-у! Тут, по-моему, уже 500 тысяч вопросов. Вот. Поэтому, чтобы организм наполнить как можно большим количеством аминокислот, которые нас будут восстанавливать, нужно кушать в сутки максимально разные белки, максимально разные углеводы, ну, соответственно, и жиры. Что это? Как добиться узкой талии? Уменьшать жировую прослойку, делать спину пошире, V-образную, и закачивать вверх ягодиц, ну, вообще ягодицы. Там наш человек просил сохранить типа эфир. Я сохраню, да, Яна. Вы изменились лицо отдохнувшее. И сияет. Сияй, сияй. Да это потому, что фильтр в Инстаграм. На самом деле, я очень уставшая и страшная. Если равнодушна к сладкому, могу ли после сушки захотеть? Все, возможно. Как посоветуешь учить новый язык, если нет мотивации совсем надо? Ой, кто бы подсказал? Если человек держит диету и не худеет, что делать? Значит, неправильная диета. По-любому. Или человек ее держит где-то в руках, но не исполняет. Яночка, скажи, пожалуйста, принимала ли... Если у вас протрузии и грыжи нету, принимала ли ты когда-нибудь фарму в начале пути? Никогда не принимала. Куда надо руку положить? Нет. Не принимала? Нет. Как не бояться выставлять информацию про тренировки? У меня свой тестостерон довольно высокий. Что? Как не бояться выставлять информацию про тренировки? Очень всегда переживаю, что будут осуждать. А начни просто. Когда осуждают, комментируют. Когда комментируют, продвигают. Есть много плюсов. Какой у вас сейчас вес? Вес? Не знаю. Я думаю, что 56. Если не 57, поэтому не взвешиваюсь. Чтобы не... Ну, я расстроюсь просто. Если увижу на весах 57, не буду. А вот у меня 46,7. Ну вот. Яна, а как вам еще работали, кроме администрации? Я работала в РАНО. Там посадила себе зрение. Очень много за компьютером работала. Она была... Да нет, я люблю всю работу как бы. Просто какая-то она портит здоровье, а какая-то нет. Нелюбимые работы? Да, наверное, у меня не было. Я не занималась нелюбимой работой. Я, мой ребенок рядом, а вы такие вещи пишите. А мы не видим каких-то вещей, поэтому все нормально. Яна, подскажите, пожалуйста, о каком центре реабилитации идет речь? Центр реабилитации... Забыла. Движение сейчас. Ну что за... Быстрее. Что? Ты читай вопрос. Сейчас скажу. Какой малый относится к хейту? Смотрю, привык. А, как малой. Как сделать так, чтобы грудь была пышной? Ой, большой. А где это у меня написано-то? Как посмотреть? Почему я забыла-то название? Вчера писала целый. Ты что не читаешь-то? Я вот отвлеклась, а ты заткнулась. Как добиться узкой талии? Это мы и отвечали. Сохраните эфир. Зашла на секунду, чтобы сказать люблю. Ой, как приятно. Что там речь, о чем идет заново? Лаборатория движения называется. Лаборатория движения. Центр реабилитации. На улице Рентгена в Санкт-Петербурге. Вообще он считается самой наполненной оборудованием и диагностическими всякими штучками. Вот. Ну, мне понравился. Специалисты тоже понравились. Посмотрите фильм у меня. Вот вы либо в Инстаграм ТВ, у меня тут два фильма, три. Либо на Ютьюбе полный фильм. Просто посмотрите, как там выглядит, что... Но это не все. Это не весь, естественно, центр. У них там очень много всяких томографий. Они могут сделать обследование позвоночника, опорно-двигательного аппарата, мышц человека, когда вы стоите. Обычно томографию делают, когда вы лежа в этом, да, в скафандре. А тут вы будете стоять, ходить, и они смотрят, какие мышцы у вас работают, какие не работают. И подскажут, какие делать упражнения. Это можно в этот центр не только больным, кто уже имеет какие-то проблемы, но и здоровым людям, чтобы предотвратить вот эти все моменты. Ян, как подсушиться? Благодарю. Как подсушиться? За счет питания только. Убирать плохие углеводы. Как сделать большой грудь? Ну, у врача, у хирурга. Яна, приезжайте в Милан. А что там делать? Яна, а как ухаживаете за волосами? Не хожу к парикмахерам. Это самый классный уход. Мне кажется, такое никто не посоветует. Просто не ходить к парикмахерам. Это самый классный уход за волосами. Какие основные крупы можно... Простите, хорошие парикмахеры, если вы существуете, это к вам не относится. Что? Подскажите, пожалуйста, 7 таблеток и рыбьего жира в день. Это немного, если я не на сушку... Нет, это немного, я и по 9 ела. Да, красотка, она в жизни. Все оборачивается, когда Яну видит. Все оборачиваются. Привет. Скажите, почему из-за тренировок я вес встал с соблю... Соблютай калорийность, 1300. Вот поэтому и встал, потому что 1300. Это очень мало для организма. Это вообще базовый только ваш метаболизм. Организм... Подожди, надо ответить. Он привык к этому маленькому количеству, и потом его уже вам будет не хватать для похудения. Поэтому вам нужно повысить ваш калораж хотя бы до 1500-1600 за счет белка, за счет овощей, за счет... Ну, не важно чего. Главное, это чтобы была хорошая еда. Может быть, творог поешьте еще дополнительно, там, белок и... Ну, может быть, жидкость задержится, но ничего страшного. Ян, добрый вечер. Перелом 30 давности, 30-летней давности. Какие тренажеры для ног нельзя? Перелом. А где перелом? Откуда я знаю? 30-летней давности? Да у вас там кости крепче, чем у нас всех вместе взятых. Как правильно вам будет тренера в зале? Какие категории? Какие критерии? Критерий один. Чтобы у вас было взаимопонимание. Чтобы тренер понимал, что вам нужно. И чтобы вы смогли пояснить, что вы хотите. И идти вместе, в общем-то, к вашим целям. Вы идите после... И не бойтесь спрашивать у тренера. Не бойтесь говорить ему о ваших проблемах. То есть, если тренер вас ведет по питанию, по тренировкам. То, что я делаю у меня на всех моих курсах. Сейчас я взяла в мою команду еще нескольких кураторов. И начала их обучение для того, чтобы мой сервис, так сказать, был намного лучше. Потому что... Да подожди ты! Вот я сейчас закончу говорить. Потому что эту программу, например, или вообще любые курсы можно найти где угодно. Скачать там, да, неважно как, получить. Но самое главное... Не вот эта информация, которая вам выдана, выложена. Самое главное, это обратная связь, поддержка. То есть, всегда, если это в школе, на платформе, всегда можно задать вопрос. Потому что таблица... Ну да, хорошо. Дана таблица по расчету, например. А что с ней делать? А если какие-то нюансы есть, то есть, всегда есть я, всегда есть кураторы, которые помогут посчитать. И помогут это все подогнать под ваши индивидуальные особенности. Если человек, ну, не понимает, как это там сделать. Упражнения. Снимает, присылает, мы смотрим. Вот, то есть, это важно. Вы едите после 18? Ем, конечно, ем после 18. Я тоже 57 и рост, как у вас. Но вы... Намного мыши не меня. А с чем это связано? Ну, это связано с качеством тела. Что у меня больше мышц, а у вас больше жировой прослойки, видимо. Яночка, у тебя будут соревнования в 2021 году? У меня тоже состав тела был совершенно другой. Соревнования в 2021 будут, начинаются в Красноярске 3-4 апреля. Яна, а какой рост у тебя забыла? 163. Зачем вопросы, если не отвечаете? L-карнитин сейчас не пью. Зачем вопросы, если не отвечаете? А затем, чтобы я на них отвечала. Вот я ответила на ваш вопрос. Яна, если только брать целлюль, полностью треню, жестко питание соблюдаю. Целлюль полностью уходит тогда, когда жировая прослойка и вообще жир достигает где-то 13-15%. А так, целлюлит это нормальная женская одежда. Яна, прости, а куда делся фанта? Я не знаю, это же не мой, так сказать, не мое животное, не мой человек. Ну что ж вы спрашиваете, куда он делся? И куда он не делся? Живет себе классно и припеваючи. Тренируется. Спасибо за ответ. Скажи, пожалуйста, ваш курс входит в список питания? Я имею в виду, все включено. Все включено абсолютно. Питание прям, я даже поменяла и специально на спине. У меня будет питание вообще подробное. Просто смотри. Оно у меня и так подробное, подробнее некуда. Оно, видимо, и так не подходит, и так не подходит кому-то, да? Поэтому будет все написано по граммам, сколько есть, как готовить, как это выглядит. Все будет написано. Все отвечает. Мне на все ответила. Спасибо. Если большой живот и худые ноги, какие упражнения делать упор? Ну, большой живот это тоже такая штука. Тут надо либо смотреть, разбираться, почему он большой. Кишечник, не кишечник, жировая прослойка. Ноги худые, их надо качать. Поэтому нужно, опять-таки, разнообразный правильный рацион, чтобы были углеводы, жиры, белки, незавышенное, незаниженное количество. Ну, и, естественно, физические нагрузки, упражнения. Сколько стоит индивидуальное введение на месяц? Зайдите в школу. Сейчас я индивидуальным практически не занимаюсь. Занимаюсь уроками именно в школе, курсами. Создаю новые. Это тоже отнимает очень много времени. А чтобы индивидуально заниматься. Ну, у меня есть девочки, которые издревле со мной уже по многу лет, так сказать. Поэтому я их веду. Скажите, пожалуйста, круговые обязательно делать или нет? Круговые не обязательно делать. Круговые можно делать, когда вы новичок. Или когда вы после длительного отдыха, после болезни. Тогда да, можно. Растрепанная какая-то. Я люблю быть растрепанной. Ой, вот там еще вопросы у нас. Целая куча была. Сколько лет активно занимаетесь фитнесом? С 2006 года. Спасибо большое. Добрый вечер. Аминокисот со вкусовыми добавками содержит сукралозу. Очень критично это. Да нет, не критично, конечно. С проблемами диастаза. У меня был диастаз целый год. Он через год прошел. Но чуть-чуть у меня остался диастаз. Сколько мышцы должны отдыхать? Ну, вы тут должны посмотреть на себя. Каждая мышечная группа, ну, минимум два дня. Поздравь зо Словенско-Словакия. Красно-что? Ну, в общем, мы, наверное, поздравили. Я надеюсь... Вы знакомите... А где знакомиться вживую? Я не знаю, где знакомиться вживую. Когда встретишь, тогда я познакомлюсь. Ой, а как такие губы натренировать? Ну, это не скажу секрет. А как убрать второй подбородок? Есть меньше. У Яны ПМС какая-то она сегодня строгая. Что-то ПМС. Это у людей в мозгу, когда не складывается там что-то. Вы кушаете макароны. Ем иногда. Очень-очень редко. Грузди большие натуральные? Да. Конечно. Яна, не чувствую ягодичные во время сжима ногами. Как подключить? Все только через коробочку вот эту мозговую. Как подключить? Во-первых, поставить правильно ноги. Поставить, установить тело. Делать все медленно. Вот очень важно, чтобы правильно понять технику, делать упражнение медленно. И все проводя через мозг. Без него не получится. Задняя дельта плеча. Как ее пробить? Ой, у меня задняя дельта, она мощнейшая просто. Наверное, задняя дельта это мое второе, так сказать, моя вторая жо. Моя задняя дельта. Шпиль и Вилли помогают сохранять фигуру. Что такое шпиль и Вилли? Блин, вот чего вы пишете такие вещи, я не понимаю. У меня тут сын сидит. Шпиль и Вилли, это Никита, шпиль и Вилли. Что они пишут, не понимаю. Я, на сколько раз вы тренили низ на наборе массы? Я тренировала его три раза в неделю. Довольно много. И, кстати, занималась у Игоря. Сейчас Игорь говорит, кому надо наращивать. Тренировать один раз в неделю. Но на самом деле все правильно говорит. Тут все индивидуально. Я просто так хотела заниматься. Мне так это нравилось. Я просто как, не знаю, вот мне очень нравится. Сколько калорий на сушке обычно при вашем росте и весе? Нельзя сказать, сколько обычно. Если я, например, ем 1500, то моя соседка-подружка кушает 2500. И тут, как бы, знаете, ничего не поделать. Потому что разный метаболизм, разное все, разная конституция. При каких выпадах лучше растет верх ягодицы? Спасибо. При выпадах верх ягодиц не растет. От природы я худая. Я занимаюсь спортом, но не хочу быть доской. Что делать? Доской, чтобы не быть. Ну, что делать? Либо забеременеть. Либо сделать операцию. Блин. Только подключилась. Как научиться выводить широчайшие плечи? Это тоже мое. Коронное. У меня есть видео на YouTube канале. Как выводить, как раскрывать широчайшие. Посоветуйте силовое упражнение для сидячей работы. Болит спина. Так вот, как раз таки у меня завтра стартует курс по спине. Могут идти как мужчины, так и женщины. Поэтому добро пожаловать. Прямая ссылка в шапке профиля. Упражнения. Подожди. Масса есть упражнений. Во-первых, нужно растягивать позвоночник. И хотя бы вставать каждый час на 5-10 минут. И делать растяжку. Можно вот так вот руками выкатиться о стену. И вот грудным отделом проваливаться вниз. Конечности при этом должны быть выпрямлены полностью. Это как бы один из вариантов. Яна, а сон влияет на похудение? Сон очень влияет не только на похудение, но и на мышечный рост. Вообще на выздоровление, на восстановление. Сон это, наверное, второе по важности после питания. Алкарнинтин рекомендуете? Я, так сказать, не заставляю. Но можно пить, чтобы просто верить во что-то. Что вы какую-то таблеточку пьете, и у вас все сжигается. Вот ради этого стоит пить. Как увидеть рельефные плечи? Как называются эффектные упражнения? Эффективные, а не эффектные. У меня сейчас пока они заплытые. Он еще фильтр сглаживает. Да, фильтр все сглазил. Все мои рельефные плечи. Упражнений много. Различные отведения, жимы. Тут надо, главное, делать правильно. Технически правильно, чтобы не травмировать себя. И постепенно увеличивать. А самое важное, регулярность. Регулярно выполнить упражнения. Дайте совет, как относиться к словам и взглядам. Иногда хорошие, иногда не очень. По поводу попу. Очень часто комментируют слух, а я начинаю стесняться. Ну, а как не очень? Что типа очень большая или что? Ой, да вы знаете, у меня-то сколько комментариев, да? Я стараюсь не реагировать сильно. Конечно же, я сама знаю, где у меня хорошо, где плохо, когда у меня хорошо, когда плохо. Моя фигура же мне тоже не нравится постоянно. Когда я на сцене, в принципе, она мне нравится. Когда я в межсезонье, естественно, мне много что не нравится. Я знаю свои минусы. Ну, как-то так чаще бывает, что то, что я говорю минус, другие говорят, блин, так офигенно. Ну, то есть, тут, наверное, на вкус и цвет товарищей нет. Мы всем нравится не можем. Я говорю, здравствуйте. Какой день соблюдаете интервал? Интервал наголдание или интуитивную диету? Да нет, у меня не то, не то. У меня просто обыкновенное, обычное питание, когда с утра я могу съесть белок, могу углеводы, ем углеводы, жиры, белки. То есть, просто питание, никакой диеты. Не могу я назвать это определенной какой-то диетой. Что скажете о фармакологии на подготовке, сушке? Заранее спасибо. Скажу, что девушкам она точно не нужна. Никита, какой вид спорта нравится? Да и бодибилдинг. Плавание нравится еще тебе? Тоже плавание, да. Он на плаванию у меня кой. Коне тоже нравится. Конный спорт ему еще нравится. Привет, 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 привет. Здравствуйте, мужчина. Яна, как нарастить верх ягодиц? Верху плоско, тренируюсь тяжело, ем много, но верх плоский. Но нужны определенные упражнения технически выполняться именно на верх ягодиц. На моих же курсах, ну просто миллиард этих упражнений. Можно делать отведение, например, ног в тренажере с акцентом на низ ягодиц, можно делать с акцентом на верх ягодиц, когда вы не наклоняетесь и держитесь вот так вот, а когда вы наоборот отклонились назад и делаете разведение еще и подворачивая таз. И, как правило, техника, в принципе, во всех упражнениях одинаковая. Нужно разводить колени в стороны и подворачивать таз и как бы сжимать максимально ягодицы, прожимать, подворачивая даже немножко поясничный отдел позвоночника, как бы хвостик подкручивая вниз туда. Молодец, Никита, с такой мамой не забалуешь. Не забалуешь, да. Привет, привет. Так, девочки, мальчики, у кого там проблемы со спиной, кто не знает, что делать, кто сидит дома без тренировок. Последний набор идет у меня сегодня, завтра стартуем уже. Можно приобрести пакет как с питанием, так и без питания. Кто умеет кушать, кому не нужно это все разъяснять. Вот, просто очень классные упражнения, которые можно выполнять со своими детьми. По времени от 20 минут до 1 часа мы делаем там, Никита, не делай там, МФР обязательно делаем, делаем лечебную физкультуру, ЛФК. У меня поделена, да, каждая тренировка на вот такие упражнения. И, естественно, силовые, закачку. Грудную часть мы растягиваем, спину мы закачиваем и аккуратненько растягиваем. Ты мне почему-то вчера-то приснилась, мы вместе жарим шашлыки, ты еще сказала, что не кушаешь майонез. Майонез, а я мясо в майонезе замариновал. Прикольно на самом деле. Занимаюсь только стрейчингом. Активность в течение дня небольшая при расчете калорийность взять 1,2 или бери 1,2. Но это тоже, это все формальность, абсолютно формальность. Тут надо смотреть на себя в зеркало через каждую там неделю, две, три и так далее. Почему вы выбрали данный вид спорта? Я хотела поправиться сначала, у меня такая была задача когда-то, потом у меня была задача похудеть. И просто именно этот вид спорта сделал меня такой, какая я есть. Исполнил все мои мечты, я встретила Арнольда Шварценеггера, пожал ему руку, он подарил мне кубок. Боже мой, это так приятно. Яна, имеет ли смысл, имеет ли смысл многоповторка, малоповторка с весом при плохо развивающихся ногах? Имеет смысл все попробовать, и так, и так, и эдак, естественно. Нужно нагружать ноги и давать им отдыхать. Попробуйте качать ноги раз в неделю, например. Ну, чтобы только вы качали и переднюю, и заднюю. Можно два раза поделить ягодицами. Два раза тренируйте вверх. Фу, не вверх, а низ тела. Квадрицепсы. Так, не порти мне книгу. Квадрицепсы с ягодицами. На следующий раз заднюю поверхность бедра и ягодицы тоже. Какая вы красивая. Спасибо. Коленные суставы хрустят при растягивании. Помогут ли таблетки? Лучше, конечно, привести тело в такой баланс. Мышечный тонус сбалансированный. Таблетки, возможно, частично могут помочь. Типа глюкозамин, хадроитин, коллаген, какой-нибудь такой. Но питание должно быть в первую очередь разнообразным, как я уже говорила в начале эфира. Белки должны быть совершенно разные. То есть старайтесь в течение дня употреблять разные белки. Яйцо, курицу, рыбу, жирную рыбу. Кто? Няня. Няня? Нет, у нас нет няни. У нас есть моя мама и папа. Яна, а как научиться подтягиваться? Я никак не могу. Спина для этого слабовата. В гравитроне дошла до сопротивления 30 килограммов. Можешь продолжать в гравитроне и чередовать с резинкой. Как убрать низ желота? Требляешь резинку, встаешь ногами и резинка будет способствовать. Как убрать низ желота? Да, пресс не помогает. Низ желота в основном, это, наверное, жирочек висит. А жирочек уходит, когда мы сжигаем его за счет питания. Спасибо, Яна и Никита. Поэтому это питание. Спасибо, Яна и Никита. На все мои вопросы ответили. Так приятно. И мы говорим вам спасибо, что вы ко мне к нам заходите и спрашиваете. В зал хожу 2-3 раза в неделю. После каждой тренировки ягоди заболят. Они не растут. Не пойму почему. Может быть вы их сильно перетренировываете. Попробуйте меньше тренировать ваши ягодицы в течение недели. Давать им отдохнуть. Попробуйте тренировать их 1 раз в неделю. Какую рыбу не советуете употреблять? Никакую не советую. Акулу. Нет, я в общем-то наоборот все советую употреблять. Даже акулу. Все, что нравится. Нет каких-то запретов. И жирную рыбу можно даже... Ну, кто на сушке на самом деле, можно и на ночь жирную рыбу. Но тут смотря когда углеводы были. Какой прием пищи. Я тренируюсь 5 раз в неделю и 2 через 2. Ноги и 1 раз вверх. Получается бразильские формы. Классно. Дура. Дура. Кто? Ну, видимо... Это я. Так. Привет. Здравствуйте. Можно ли при остеохондрозе шейного и пластичного отдела заниматься резинками? Конкретно для ягодиц. Можно ли при... Можно. Можно. Но смотря какая у вас... Какая степень этого остеохондроза. Главное, чтобы у вас не было никаких болевых ощущений. И вам нужно как-то все равно укреплять ваш опорно-двигательный аппарат. Как похудеть? Заниматься физическими упражнениями и соблюдать правильное питание. Все, ребятки. На этом мы с вами завершим наш разговор. Покажите бицуху и трюцуху. Ну, я в когтиках покажу бицуху и трюцуху. Ну, ради вас. Ладно, я сейчас попробую достать. Никак. Сейчас. Пой-то я могу. Нет, ты меня порвешь. Ты что? Да все. Короче, вот вам бицуха. Кусочек маленький. Маленький такой. А трепцули будет не видно. Да, не видно. Все, нету. Все, как там? Поньк? Поньк. Надо было вот так вот снять. Да, с вами были Яна и Никита. Всем пока. Сколько вам хватит бицепс, я не знаю. Раньше писал, ты дура, теперь пишет, ты супер. Какие вы все непостоянные. Ну, все. Спасибо. Прямая ссылка в шапке профиля. Девочки, мальчики. Ну, в основном девочки, конечно. Я жду вас у себя на курсе. Курс для дома. Вот. Курс хороший. Мне понравился. Реально понравился. Я чувствую, что я стала более пластичной после этого курса. Вот. Курсы от тренировок. Не думайте там ни о каком другом курсе. Вот. Все. Всем здоровья. Не болейте. Заботьтесь о своих близких. Нет, я не Малахов. Я Маспин. Как он там говорил. Заботьтесь о себе и о своих близких. Да. Всем удачи. Всем пока. Пока сейчас сохранюсь.